Пожалуй, в любом городе мира центрами городской жизни являются либо площади, либо парки, но зачастую, особенно в латиноамериканских и азиатских городках, центром городской жизни являются рынки. Здесь люди работают, растут, проводят большую часть своей жизни. И, конечно, нельзя обойти такие места стороной. И мы отправились на рынок Белен, потому что нигде больше не раскрывается амазонский колорит так, как на этом рынке. Рынок Белен. Это живой организм, состоящий из уличных собак, торговцев в засаленных майках, стерегущих нелегальный товар, воров всех мастей и полной антисанитарии. Здесь торговцы дикой природой принимают заказы от зоопарков и частных коллекционеров. Однако туристам эта неприглядная сторона Белена не видна. Внешне это колоритный рынок в самом сердце перуанской сельвы. Туристы захаживают сюда в поисках новых впечатлений и жуткой печальной правды. Во-первых, можно в самых мельчайших подробностях увидеть, что едят местные, и попробовать самим при желании. И, во-вторых, конечно, погрузиться в местную культуру и колорит, и постараться узнать побольше о жителях и менталитете. Рынок негласно разделен на черную и белую части. На черный рынок, на котором множество товаров продается незаконно, торгуют дикими животными для зоопарков и коллекционеров. Мясом и шкурами диких животных джунглей Амазонки, растениями любого типа, в том числе галлюциногенными и ядовитыми, обычному туристу попасть сложно. Здесь нужны связи, местный гид и серьезное намерение что-то купить или найти. Это не место для прогулки. Серьезно настроенный покупатель может купить в Белине даже сушеные человеческие головы Цанца. Цанца – это человеческая голова размером с кулак, которую много столетий подряд изготавливали индейцы из южноамериканского племени Шуар. Маленькая голова поверженного врага была для них не просто главным боевым трофеем, но и символом процветания племени, амулетом и даже предметом искусства. Ведь рецепт приготовления Цанца – Хивара, так прозвали колонисты племени Шуар, что означало «дикари», всегда держали в секрете. Убитым неприятелям Хивара отрезали головы, затем стягивая особым способом кожу с головы, наполняли ее горячим песком и только им известным образом уменьшая эту голову до размеров теннисного мяча. Причем лицо полностью оставляет прежнее подобие, а волосы, сохраняющие свою прежнюю длину, как будто становятся длиннее. В настоящее время охота за головами преследуется и находится под запретом. Спрос на этот трофей ведет к росту преступности. Говорят, что глубоко в джунглях, в нескольких днях пути на лодке от Икитоса, есть семьи, которые продолжают традиции предков. Цена одной настоящей Цанцы на черном рынке доходит до 100 тысяч долларов. В Дарвиновском музее хранится одна из таких голов. В белой части рынка тоже немало сюрпризов. Сложно назвать его абсолютно легальным. В шумных рядах продаются всевозможные продукты этого региона. От тропических фруктов, которые вы никогда ранее не видели, до мяса черепах, птиц, лягушек, обезьян и аллигаторов. Здесь же вам предложат купить шкуру анаконды, зубы пирани, сушеную лягушку, череп обезьяны и другие шаманские принадлежности. На рынке также продается множество лекарственных настоек и целебных трав. Галлюциногены вроде айуаски. Рынок Белен поразил меня всем и сразу. Столько экзотики еще не было. И растения, и животные, и рыбы, и все-все-все. Атмосфера рынка настолько колоритная, а люди настолько доброжелательные, что под конец перестаешь замечать и дикая зловонья, и некоторые неприятные визуальные моменты. Начинаешь погружаться в эту местную самобытность, изучать и впитывать всю новую информацию. И это все будет впустую, пока сам не увидишь, не прочувствуешь, не попробуешь. И здесь же можно увидеть такую картину. Голодные стервятники рыщут в поисках добычи и едят прямо посреди рядов гнилое мясо и все, что пригодно для них. Но отвлекшись от всех неприятных подробностей, начинаешь замечать, какое здесь сумасшедшее разнообразие товаров. И все, конечно, только что собранные, пойманные, разделанные. Но нельзя полностью погрузиться в быт той или иной страны или региона, не узнав и не прочувствовав все стороны ее жизни, и хорошие, и плохие. Отправляясь в Икитос, стоит иметь в виду, что город находится в регионе Ларета, одном из самых бедных регионов Перу. И главным символом бедности здесь является район Белен, где в первую очередь в глаза бросается борьба за жизнь местных жителей. Район образовался в начале 20 века. Шаткие хижины на сваях возвышаются здесь высоко над водой. Во время сухого сезона жители используют два этажа построек. Во время паводка вода реки Итая затапливает нижний уровень домов, и единственным средством передвижения в районе становятся лодки и каноэ. Многие районы Икитоса расположены практически на самой воде. По сути, это местные трущобы. Такая деревянная застройка вытянулась вдоль берега на несколько километров. Ни дверей, ни окон в таких домах нет. Они в этом климате ни к чему, лишний расход денег. Воровать у обитателей этих жилищ, похоже, тоже нечего. Район Белен небольшого города Икитос с каждым годом все глубже уходит под воду из-за ежесезонных наводнений. Спасти уникальный город вряд ли удастся, но и уехать отсюда местные жители Венеции джунглей не готовы. Большинство домов этого района построено на плотах, дрейфующих на воде. Местные жители называют это место перуанской Венецией, хотя объединяет это место с Венецией только наличие воды под ногами. Сильнейшие наводнения, обрушивающиеся на город каждый сезон, превращают его улицы в реки. Сегодня здесь осталось 2600 жителей, которые, несмотря на опасность, не готовы покинуть свои дома. Это район, целиком являющийся самостроем. Здесь живут самые бедные слои общества Икитоса, которым не нашлось места на суше. А на реке, что построил, то и дом из шифера и жести, из досок и всего, что нашлось. Все дома стоят на сваях, но есть и на плотах. Это не экзотика, это тяжелая и опасная необходимость, поскольку амазонка очень непредсказуема. В сезон дождей она разливается на несколько километров, уровень воды поднимается в разы. Но свая тоже не всегда спасают, вода может подняться на один метр, а может и на два, три, и люди просто лишатся дома. Эти сколоченные будки на берегу не что иное, как туалеты и душ. Естественно, никакой канализации здесь нет, все идет в воду, в которой и моются, и стирают, и ловят рыбу. В районе царит ужасная антисанитария. Эта картина мне напомнила Индию. Но организм уже вырабатывает иммунитет, и люди не умирают от отравлений водой. В джунглях и районах, к ним прилегающих, вероятность заболеть или умереть от укуса ядовитой змеи или насекомого гораздо выше, чем от воды, пусть даже такого качества. А вот и местная церковь, но кажется, Бог давно не заглядывал в этот уголок земли. Дворы у людей. Просто мусорники. Тут уже не расположение и бедность виноваты, а, пожалуй, сами жители. Мусор под ногами и в воде, и на суше. Но, несмотря на непригодные для жизни условия, очень бросается в глаза, что люди здесь далеко не грязные, наоборот, чистые рубашки отражаются на солнце, одежда светится чистотой, а улыбки не сходят с лиц. Да, не сходят. Которые и кормят, и поят, и лечат. Многие растения обладают целебными свойствами и, как и в старину, их используют в лечебных целях. В таких местах, как Белен, полностью рушится и перестраивается система ценностей, начинаешь ценить все то, что имеешь и понимаешь, как много на самом деле у тебя есть. Этот район учит радоваться простым вещам – солнцу, теплу, крыше над головой. А ничего другого и не нужно. Остальные блага – это все наносное. Такие места, я считаю, обязательно для посещения. Как говорят, человек никогда не возвращается из путешествий прежним. И именно такие места, как Белен, и меняют нас, надеюсь, в лучшую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok